Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на зимнем аукционе в первом раунде добавилось еще две машины. Это получается вторая волна первого раунда. Мы добавили две ПТХи, приемованные восьмого уровня. Добавили СУ-130ПМ и добавили каноны Ягдепанзер. Ценники на эти машины я считаю абсолютно стандартизированными для обычной стандартной продажи. Именно поэтому, ребята, игроки не сильно спешат раскупать данные тачки. Как вы видите, СУ-130ПМ добавили за восемь с половиной тысяч. За семь с половиной тысяч добавили сто пятку. И, ребят, давайте посмотрим, какие цены были ранее на эти машины. На СУ-130ПМ, как вы видите, восемь с половиной стартовая цена. Именно за столько продавали эту машину просто из магазина в голом ее состоянии. Просто тачка и просто слот в ангаре для нее. Поэтому стартовая цена восемь с половиной. Я, честно говоря, уже смущен. Потому что тогда, когда Бадгер стартовал с четырнадцати с половиной. И это, ребят, с учетом того, что машина стоит двадцать. То здесь сразу на него была скидка. То же самое касается на М60. Ну а что касается двух этих ПТХ, то они стартанули по своей стандартной цене. Не совсем понимаю политику. Возможно, не хотят расторговывать этими крутыми тачками. Хотя СУ-130ПМ действительно машина крутая. Что касается канона Ягдепанзер, то его выставили за семь с половиной тысяч. И его продавали за восемь с половиной тысяч в составе набора. С обвесиком, с майликом, с камуом. Но я не могу сказать, что это легендарно. Это просто камуфляж. И к машине прямого отношения не имеет. Ну и, как вы видите, был еще аватар и открытое все оборудование. Косарь голды сверху. Но, честно говоря, даже за семь с половиной тысяч покупать его нет абсолютно никакого смысла. Машина этого не стоит. В лучшем случае его необходимо брать где-то тысяч за пять с половиной после второго снижения цены. Что касается СУ-130ПМ, то я бы рекомендовал подождать тоже второго снижения цены. И взять его дешевле обычной и простой стоимости. Тогда вот этот вот товарищ СУ-130ПМ действительно сможет вас порадовать тем, что вы купили его дешевле, нежели он обычно стоит. Что касается самих машин, что они собой представляют, я планирую выкатить и одну, и вторую машину в отдельных видео. Поэтому, если хотите эти видео не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик. Плюс к тому, ссылки на абсолютно честные обзоры, как на Канона Ягде Панзер, так и на СУ-130ПМ, я, ребят, положил в описании. Заходите, посмотрите за цен брони, которой там нет, и сравнение с другими машинами на уровне. Плюс к тому, там есть бои в рандоме абсолютно неподдельные, такие, как они есть на самом деле, когда вы играете на этих ПТшках. Я побежал снимать свежие видео по ПТхам, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.